Всем привет, дорогие друзья! В эфире Рейнгейм Студио. Я вернулся спустя миллионнадцать лет, и сегодня мы с вами будем говорить про поверхности, эффекты поверхностей. Но сразу предупрежу, готового решения в конце этого видео не будет, потому что я боролся с этой фигнёй очень долго и не поборол её. Но покажу, через какие шаги я прошёл и до каких мыслей не дошёл. Возможно, кто-нибудь из вас в комментариях подскажет мне, как продвинуться дальше. Ну а в конце, для самых упоротых и интересующихся, расскажу, где я вообще пропадал. Давайте начинать! Итак, первое, что нам нужно, точнее не то, что нам нужно, а то, что я определил. Так как мы пользуемся для перемещения стандартным встроенным новмэшем, то и поверхности будут пользоваться им же. Для того, чтобы персонажи не пытались ходить на пролом там сквозь кислоту, огонь и масло, я добавил, ну, сделал такие пятнышки и добавил к ним на вмэш-модифайр-вэлью, установив зону масла. Я её отдельно создал в настройках, не суть. Суть в том, что это помогает персонажу не пытаться переть на пролом, а обходить масло. По крайней мере, в Дивините я помню, что меня подбешивало частенько, что персонажи могут просто, ну, в наглую зацеплять то, что не стоило бы. Поэтому я постарался этого избежать, чтобы они проходили именно по поверхностям, только в том случае, если... Ну, другого выхода просто нет. Ну, вот, соответственно, пытаемся пойти напрямик, но он его будет обходить, потому что так дешевле, банально. Собственно, на этом я остановился, придя к выводу, что это работает, и дальше нужно было разработать алгоритм распределения этой поверхности по, собственно, нашей локации. Например, когда у нас взрывается бочка с маслом. Не взрывается, а точнее её разрушается. Что для этого было предпринято? Так, предположим, что вот эта плоскость, это наша бочка, на ней есть скрипт Oil Modifier, который при активации пытается распространить масло в пространстве, пытаясь ориентироваться на какие-то препятствия и наклоны ландшафта. Соответственно, если мы стоим на... ну, мы... бочка стоит на ровной поверхности, то... Вот, будет просто ровненькое такое пятно. Эти вот дебажные лайны отображаются, отображают те точки, на основе которых должно отрисовываться масляное пятно. Но, если мы пытаемся переместить бочку, допустим, в угол, допустим, разместим её в угол и точно так же, ну, условно разбиваем, она распространяется уже больше по площади в доступные стороны и не пересекляет стены. Если же мы её разместим вообще на наклонной поверхности, так как все наши субстанции подразумевают, что они жидкость, они должны стекать вниз, то и алгоритм это учитывает. И, соответственно, вот мы получаем вот такое. Здесь у нас будет много, чуть-чуть-чуть будет стекать совсем понемножку. Такой вот алгоритм. Следующей задачей было понять, как это всё превратить эти вот просто абстрактные математические точки непосредственно уже в поверхность. И я начал упарываться по тому, какие есть варианты. Был первый, самый банальный вариант делать инстанции пятен по этим точкам, по координатам этих точек, а потом пересчетно в меша производить программно. Рабочий вариант, но с визуальной точки зрения говно, и с точки зрения вообще того, как это должно работать, мне не понравилось, сильно не понравилось. Поэтому было предпринято решение попытаться найти другое какое-то вариант, другой какой-то вариант. Я очень много искал, я общался, переписывался с разработчиками самой Divinity, я копался в их движке. Ну, насколько это возможно, потому что, понятное дело, что они не будут отвечать на все вопросы, кому попало. Но какую-то информацию удалось получить, и в итоге было принято решение использовать сетку на в меша и ориентироваться по ней. Потому что текущий алгоритм, он именно пускает лучи... Ну, во-первых, он выясняет наклон поверхности под каждой точкой, начиная от центра, где он находится. И, во-вторых, он раскидывает по кругу в цикле лучи, и таким образом ищет препятствия, которые могут помешать распространению жидкости. В итоге алгоритм я переписал. Ну, то есть, сейчас я покажу, как это вот сейчас выглядит побольше, чтобы вам было лучше видно. Так, вот у нас получается... По циклу мы просто... Крутимся вокруг своей оси, получаем набор точек, получаем набор этих точек по среднему значению. Среднее значение вычисляется у нас... Устанавливается точнее. Вот здесь. Соответственно, если количество этих точек будет меньше, то есть, где-то у нас произошло препятствие, которое не дало нам что-то распределить, то мы еще крутимся до тех пор, пока, собственно, не разместим нужное количество точек. То есть, нужное количество жидкости не разольем по поверхности, пытаясь преодолевать всем возможные направления. В целом, вариант рабочий. Правда, выглядит немножечко все это громоздко, грубо, но главное, что математика работает. На этом я уже порадовался. Но потом, в результате, я воспользовался уже методами работы непосредственно с сеткой на вмешек, которая точно так же при посылании луча определяет, есть ли на нужном расстоянии, в нужном направлении точка, куда можно идти, либо показывает точку границы нашей сетки. Я уже стал использовать ее. Сейчас мы до этого дойдем. Тут я переписал алгоритм. Ну, сам алгоритм толком не трогал, в том смысле, что я просто дописал взаимодействие именно с API навмеша и вот этой вот синенькой поверхности, да, уже заранее просчитанной, и отталкивался от него. То есть, здесь вот синенькие линии, которые ведут вверх, это вершины навмеша, что, в принципе, нетрудно догадаться, да, по тому, где они находятся. А красненький кружочек вокруг – это возможный диаметр распространения в зависимости от наличия препятствий. То есть, если мы чуть-чуть буквально хотя бы сдвинем эту фигню, то получим другой результат. Это рабочий метод, как выяснилось, все прекрасно. И здесь я именно с математикой решил остановиться, пойти уже дальше. Мне нужно было непосредственно физическое создание поверхности, чтобы дальше с ней можно было взаимодействовать на уровне игрового процесса. И это не сработало. В общем, что у нас есть? Какие варианты я пробовал? То есть, первый вариант – это программное создание меша по вершинам, и потом наложение на него соответствующего материала с шейдером. Я пытался внедрить булевые операции, создать меш именно на основе вершин вот этой вот поверхности навмешевской, а потом создать из нее по пересечениям через булевые операции уже... То есть, я создаю кривой, такой топорный меш из примитивов по своим координатам, потом создается меш вот этот вот... Ну, или не потом, а в самом начале создается меш вот этой поверхности, и потом булевыми операциями мы получаем красивую модельку, которая полностью повторяет рельеф, и при этом не выходит за границу, созданный мной изначально модель. Рабочий метод, но очень кривой, очень плохо работает с булевыми операциями программными в Unity. Вообще беда. Тим на ней не поддерживаются только через сторонние библиотеки, которые, опять-таки, то есть в Unity есть в этом ProBuilder булевые операции, но они даже для этих булевых операций используют стороннюю библиотеку. То есть, это не их самописная история. Соответственно, я взял эту же стороннюю библиотеку, которую они же используют, использовал ее, мне не понравилось. Что я смог выяснить у, собственно, Лариенов и в их движке? У них точно так же для этого безобразия используется сетка заранее запеченная, но в отличие от Unity, где мы видим, что эта сетка выглядит из очень кривых, а бы каких-нибудь треугольников, лишь бы было, да, у них используется сеточка ровненько из квадратиков. То есть, она точно так же запекается и ровненько из квадратиков создается. И они ей пользуются при просчете всех вот этих вот историй. Я до этого не дошел. Я, честно говоря, психанул в какой-то момент ремене. Он тут уже от нечего делать клетки, замоделил с воротами, чтобы можно было дальше с ними взаимодействовать. И пришел к выводу, что я этот вопрос пока отложу, потому что я понял, что у меня уже просто мозг начал закипать. Но, в общем, сейчас решение я вижу таким образом. То есть, еще до начала игры, то есть, еще на этапе разработки, на каждой локации нужно будет создать скрипт, который будет пробегаться по локации. Точно так же, как это делает NavMesh, запекать ее. Вот точно такую же сеточку квадратную, по максимуму, да, либо гексагональную, то есть, какую-то красивую, ровную, математически правильную сетку запекать. И уже потом, в процессе игрового процесса, пользоваться этой заранее запеченной сеткой. Эту идею я придумал, и пока что она лежит как основная. Наверное, ее я когда-нибудь реализую. Сейчас я пришел к выводу, что я так много времени и сил потратил на попытку воссоздать механику этих самых поверхностей, жидкостей, бочек и прочей фигни, что сейчас я пока что не хочу больше ей заниматься. Она меня очень сильно угнетает. Я решил, что я пойду дальше, начну делать следующие этапы. У нас там дальше просто свободные атаки, то есть, грубо говоря, чтобы можно было подойти и пнуть ящик, ногой там, рукой ударить, ударить там дверь, чтобы ее открыть посредством нанесения ей урона. И после этого уже можно будет либо попытаться вернуться к поверхностям, либо пойти дальше уже в боевую систему, а к поверхностям вернуться в самую последнюю очередь. Если вдруг у вас есть идеи по тому, как это все говно модернизировать, реализовать и заставить работать удачно, я буду искренне рад любым комментариям, даже если они будут включать, что я криворучка и нихера не шарю, и все гораздо проще. Слава тебе, Господи, если это действительно так. Просто не стесняйтесь, любые догадки, даже самые абсурдные, как вам кажется, пишите, будем пробовать реализовывать. На этом пока что все, что есть у меня сейчас. Пока что все. Что именно по состоянию проекта, я в итоге психанул и занялся рефакторингом глобальным. Я избавился от своей системы ввода, которую я сам написал, перевел проект на New Input System, Unity, потому что, как выяснилось, он делает ровно то же самое, что я пытался изобрести, то есть я изобрел велосипед очередной, но тем не менее рабочий, именно стандартная юнитевская система, ну просто о ней я свою еще не успел дописать, и она еще кривая, а они свою уже успели дописать, и у них она может и кривая, но работает явно более динамично и качественно, чем у меня, поэтому я все туда перевел. Начал внедрять инъекцию зависимостей потихонечку, ну в общем просто архитектурой занимался. Нифига до конца не довел, тоже. На этом получается все, сейчас у меня пока больше ничего нет, дальше, в следующем видео у нас будут свободные атаки, то есть попытки ударить предметы, объекты, без перехода в боевой режим, то есть без включения именно пошаговой системы, и я постараюсь реализовать это за какое-то время, возможно за пару недель, может быстрее получится, видео буду снимать в процессе, наверное, и уже потом смонтирую, выложу. А, самое важное я забыл сказать. Так как у нас с Ютубом сейчас происходит какая-то дичь, не совсем понятно, закончится она, не закончится, то есть где-то пишут, что вроде как опять все вернулось в норму, где-то все еще по-старому плохо, да, я потихонечку стал переносить все свои видео на ВК-видео, и там же буду выходить, в связи с чем? Новые ролики будут выходить в ВК, в первую очередь, на Ютубе, во вторую, ну и как обычно, да, и там если вдруг вы один из немногих моих подписчиков на Бусти, сейчас фигакну их всех на экран, на этих героев, то вы будете видеть ролики на пару дней раньше, чем все остальные. Соответственно, сначала Бусти, потом ВК, потом Ютуб. Где я пропадал, да, я лето потратил на то, чтобы, во-первых, разгрузить мозг, потому что я понял, что я закипаю, мне просто уже не получалось работать достаточно эффективно, а потом я ударился в писательство, как я уже говорил ранее, я издал одну книгу, в итоге всего этого безобразия, за лето я издал вторую книгу, и практически дописал третью, если кому-то интересно, ссылочка будет в комментарии, на книжку, на вторую, на первую, на вся, и на канал Телеграм, который я веду, про свои писательские, про свои писательские деяния, и, кстати, по поводу канала в Телеграме, я завел канал, в своей же, да, Таверна Старый Игродел, то есть дублирующий, то есть у нас ВКонтакте, основное сообщество, в Телеграме, аналогичный канал, который будет выкладывать те же материалы, просто кому-то неудобно, я знаю, пользоваться ВК, мне, например, Телеграм удобнее пользоваться, чем ВКонтакт, там я им с большей охотой пользуюсь, поэтому там будет еще одно сообщество, ссылочка тоже в комментариях. Ну и, наверное, все, всем еще раз, да, спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике, всем пока!